А здесь вот тоже интересный способ посева в банках. Но этот способ не новый, не я его придумала. Этот способ известен давно. Я ещё его читала в журнале «Преусадебное хозяйство», описывали такой способ. Вот в банку на низ насыпать вермикулита или перлита, ну, что-нибудь такое, что влагу в себя впитывает. Потом у слой земли плодородной и посеять. Банку насыпаем не до конца. И посеять семена. И вот у меня пеларгония. Эта пеларгония плещелистная взошла. Взошла она очень хорошо. Получается растение, как в аквариуме. Здесь вот пеларгония, вот листочки у неё довольно-таки хорошие. А здесь вот у меня дельфиниум белый. Это вот у меня один, и там вот ещё есть. Это у меня из двух пачек взошло. Но дельфиниумы вообще плохо всходят. Вот если в магазине покупать семена, плохо они всходят. Я повернула баночку, так получше всходы видно. Вот только три штучки взошло у меня из двух пачек. Это, конечно, мало. Семена дельфиниума хорошо всходят, если они свежие. Но так как мы их покупаем в магазине, мы не знаем, когда они собраны. Хотя пишут срок, конечно, годности. Но для дельфиниума это спорный вопрос. И вот получается, опять посеяла в банке точно так же, таким же путём, как и пеларгонию. И в банке вот оно зашёл. Это когда посеете, вот если так сделать, когда посеете, сначала накрываете марлечкой или любым кусочком укровного материала, чтобы дышало. А сверху плёночкой и резиночкой, чтобы держалось. Сверху резиночку одеть. Или шапочку можно какую-нибудь одеть. Ну, что есть у вас. И держать желательно, конечно, на коврике. Вот у меня на подоконнике здесь не очень тепло. И у меня два коврика здесь. На день я их включаю, на ночь отключаю. Но благодаря этому семена всходят намного быстрее. Как я говорила, способ этот известен очень давно. Наверное, с 80-х годов. Или даже с 90-х. Но я читала в журнале «Преусадебное хозяйство». Показывали. Тогда был такой журнал раньше. И там очень много было статей хороших. И картинки там были. И про это я читала. Один раз попробовала, мне понравилось. Конечно, все семена так не посеешь. Но редкие семена, которые плохо всходят, которым нужно тепло, можно посеять таким способом. У меня есть голубой дельфиниум и синий. Но хочется иметь белый дельфиниум. А так, когда я сеяла в теплице, в ящичек сеяла, ну, не всходили и все. А здесь вот получилось, что взошел дельфиниум белый. И еще покажу. Я покупала корешок в магазине. Покупала корешок гипсофилы. Гипсофила многолетняя. И я посадила. Порекомендовали сразу посадить в горшок. Я посадила. И вот достаточно долго он сидел, этот корешок. Наверное, больше двух недель, если не три. И сверху верхушка начала зеленеть у этого корешочка. Я и забыла про него. Думала, почки пойдут отверху. А посмотрите, получается, что вот снизу, внизу от корня пошли ростки. А здесь вот это насеялась гипсофила другая, однолетняя. Это корешок многолетней гипсофилы. А я посеяла, просто кинула семена однолетней гипсофилы. Смесь такая розовая и белая. А она взошла. Вот смотрите, хорошо взошла. Ну, посмотрю. Пока, конечно, тоненькие росточки тянутся к свету. Посмотрю, как будут развиваться дальше. Расцвела моя красавица роза. Это роза из магазина. Продают в магазине. В одном горшочке там четыре штучки. И много-много цветов. Когда я купила, было много цветов. Но вот у меня сохранилась только одна. Из четырех там ростков сохранилась только одна. Но вот теперь она зацвела. Это цветение уже домашнее. Не после магазина. Домашнее. Сохранилась одна. Вот пусть она растет. Я ее потом на дачу высажу. И она... У меня была такая роза. Четыре штучки было, но там все сохранились. И все четыре я высадила. Они были салатовые. И вот из салатовых потом, видно, были подкрашенные, чтобы зацвели таким цветом. А на даче они зацвели кремовые. Красиво было. Ну, три года только они у меня росли. А потом то ли выприли, то ли вымерзли. Ну, в общем, пропали. Вот хочу и эту посадить. Нравится красивая. И вот рядышком зацветает стриптокарпус. Сейчас у меня здесь подсветка. Рассада сидит. И зацветает стриптокарпус. Ну, конечно, места маловато. Когда вот вся рассада взойдет, буду рассаживать ее. Тогда придется стриптокарпус на другое окно убирать. Продолжение следует.